за последние несколько месяцев. Где-то в конце лета, начале сентября, мы с Аней говорили, кто как видит свое будущее. И мы сошлись на общие цели, что оба хотим служить. Мы не хотим, чтобы пастори Андрея тянули определенные служения только на себе. Мы, молодежь, организовали молодежный лагерь. Как бы все было на нашей ответственности, пастори нам только помогали. Потом мы с Аней друг-друг говорили видение нашей молодежки. Нам сказали, делайте, что хотите. Как вы это видите в духе. И мы записали это на листках. Что мы хотим, чтобы было у нас на молодежке. Как выглядела бы комната. Что бы там было. Как бы мы проводили молодежки. И вот небольшой список. Мы хотели, чтобы стены были покрашены. Мы вот так и написали. Выбрать, как покрасить стены. Купить краску. Раскрасить стены. Да изберем, как добудисами стените. Вземем буя и добудисами. Так и случилось. Мы то, что организовывали лагерь, у нас остались еще финансы. Мы немного добавили и своих. Придумали дизайн. И раскрасили. Вместе с Аней помогала нам Оксанчик и Евочка. Еще чем хорош был этот ремонт. Это вот хороший совет молодежи. Если вы хотите понять, готовы ли вы к семье. Или готовы ли вы жениться или выйти замуж за данную девушку парня. Сделайте вместе ремонт. Если вы пройдете его без ссоров, без криков. То вы готовы. Мы сделали два. Два дня у нас было. Ни разу не поругались. Почти. Хоть были и близки к этому. Возможно. Мы хотели, у нас было так. Куда придумать убрать игрушки? И можете наблюдать очень прекрасный шкаф. Полочки. Это Анин клиент, которого она молилась. И Бог настолько коснулся его сердца, что он захотел пожертвовать церкви шкаф для игрушек. Также настольный футбол, батут. Мы написали, что хотим найти подушки и разные пледы, цветы в секундах. И чудесным образом у Ани были клиентки, немки, студентки. И они уезжали из Болгарии и продавали свои вещи по очень низким ценам. И вот вы можете видеть там подушки, цветочки на подоконниках и зеркало. Метра на два повешенное. Но я говорю, не для себя я вешал. Это такой дизайн. Еще, что у нас есть в списке, это мы хотели диваны. Мы не знали, как он появится. И вот на этой неделе один знакомый благословил двумя диванами. И это очень интересная история, что парень верующий ходил в церковь. Но в последнее время отошел от церкви. Но захотел пожертвовать церкви два дивана. И поскольку они тяжелые, они очень хорошие, кожаные, там древесина довольно-таки тяжелая. Он сказал, ну, найти хотя бы трех человек, чтобы его перенести. Но он просто не знал, что у нас с Пашкой силушки богатырская угого. И мы смогли справиться вдвоем. Но был очень хороший момент, почему он говорил найти троих, потому что... Он приболел, отравился. И сил у него не было, чтобы нам помочь. И вот мы перевезли первый диван, он небольшой, и поместился так в машину. Мы тут сняли все задние сидения, потому что второй диван очень длинный. И довольно-таки тяжелый. И перед тем, как забрать второй диван, мы предложили помолиться за него. Он согласился. Мы помолились. Мы теперь знаем, как правильно молиться. Все, кто ходит на молитвы, не знают. Спасибо нашей сестре Саше Коноваловой за книгу. Помолились за исцеление с Верой. Помолились за исцеление с Верой. И прошло чудо. У него появились силы, и он помогал нам тоже таскать этот диван. И только усилить, и то не помогай, что доносит этот диван. Хотя перед этим он говорил, что у него сил нет. И, кстати, он говорил, что он... Он мне потом написал, что он весь день не ел и ничего не пил, потому что было от отравления. Ага, понятно. И, как вы видите, вот, и все из нашего списка получилось. Потому что мы это делали не потому, что мы хотели, чтобы нам сказали, о, какие вы молодцы. Мы хотели своими делами прославить Бога. Чтобы молодежь, гости, которые приходят в эту комнату, чтобы сразу их сердце располагалось. Потому что встречают, как ни крути, вначале по одежке. И когда приходят в комнату, она... Ну, по моему мнению, довольно-таки располагает к общению. А уже потом люди видят, насколько мы здесь сплоченные. Насколько мы к каждому относимся к семье, как к братьям и сестрам. И когда я хотел, ну, пришло так засвидетельствовать. Мы все знаем места Писания, что Господь благословляет дела рук наших. И тут очень важно понять, что Он благословляет дела рук. Что надо что-то делать. Не просто лежать. О, Господь, я хочу вот это, вот это, вот это. Но я ничего не хочу для этого делать. И все мы знаем, что Господь благословляет, воздает в 30, 60 и 100 раз. И все мы знаем, что Господь много путеповича воздала. И простой пример из математики. Как по мне, это можно привести из того, что на то, что мы делаем, Господь возводит в степень. И вы можете вытащить свои калькуляторы. И можете си извадите калькулаторите. И проверить сами. Вот 0,99 усилий. Господь возводит в сотую степень. Это получается 0,36. Меньше даже, чем вы сделали. Прибавляем 2 соты. Две соты, это не так уж и много. Одна целая и ноль, одна сотая. Мы это делаем усилия. И Господь возводит в сотую степень. И получается почти 3. Там 2,97. И не си получала. 2,97. Мы сделали на две соты больше. Но получили в разы. Но тут в делах самое важное, что мы поняли, это желание сердца. Если у нас правильное желание сердца. И мы делаем это не для своей славы, а для славы Бога. То Бог для этого смотрит все. И мы сейчас увидели, как все, что мы хотим для молодежки, получается. И молодежки приходят весело. И теперь мы не можем остановиться. Вот у нас появился интернет. У нас появился телевизор. Теперь мы можем делать вечера просмотра фильмов. Есть много хороших фильмов. Исход царей и боги. Страсти христовые. Которые я хотел, чтобы молодежка посмотрела. И мы это сделаем. Нам хочется уже и деревянные стулья красивые. Деревянные столы. Делаем все, чтобы только молодежи было приятно находиться. И гостям тоже было располагало. Поэтому хотим поделиться этими чудесами. И побудить вас на то, что делайте. И спросите у Бога, у Духа Святого. Быть ведомыми Духом Святым. Иордан сегодня говорил, насколько важно быть вводимым Духом Святым. И Господь для вас все усмотрит. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok